Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моем канале YouTube. Сегодня хочу в очередной раз поделиться своим расхламлением и сказать, что я поняла, что после того, как начинаешь расхламление, уже тебя не остановить. И чтобы твой дом был всегда чистым, расхламление нужно проводить регулярно. И вот для себя я поняла, что чтобы вычистить весь дом, достаточно, наверное, двух-трех таких больших хороших расхламлений. Либо можно устраивать себе какие-то челленджи, чтобы маленькие, какие-то детали, мелочевку вот эту тоже вычистить и выкинуть. А по-хорошему расхламление нужно устраивать регулярно, постоянно. Вот я приблизительно раз в неделю этим занимаюсь и потом всем скопом избавляюсь от вещей. Так вот, делюсь, от чего избавляюсь на этой неделе и что я с этим всеми вещами буду делать. Итак, первое, что я нашла, это шлем от сноуборда. И здесь еще есть крепежка для GoPro. Это мой старый шлем, мой первый шлем фирмы Jiro. И я решила от него избавиться, потому что в прошлом году я себе купила новый. Ну, во-первых, здесь мне не нравится, что нету козырька. И вообще мне захотелось просто новый шлем, потому что старый уже надоел. Я в этом шлеме каталась, сейчас скажу, с 2007 по 2019 год. То есть 12 лет я каталась в этом шлеме. Он до сих пор жив, да, он уже такой видавший виды. Но у него все еще как бы рабочее состояние, поэтому я попробую выложить его на Авито и продать его там. Так, следующий лот, это рюкзак. Я его тоже решила продать. Этот рюкзак со мной с 2018 года. Я его купила, чтобы кататься летом на велосипеде, ходить в какие-то походы и параллельно еще кататься на сноуборде. Но проблема в том, что к нему никаким образом не крепится сноуборд, либо горные лыжи. Это совершенно неудобно делать. И здесь есть вот такая небольшая крепежка, чтобы зацепить туристический коврик. И на этом все. Поэтому он для меня не пригодился, потому что даже на велосипеде ездить с ним неудобно. Потому что вот эта часть, она постоянно трется об шею. То есть она очень высоко. И если распускать лямки, то он висит где-то низко на спине. В общем, это крайне неудобно для меня. Поэтому тоже попробую продать его на Авито за какие-то понятные деньги. Возможно, кому-то он пригодится. Потому что я много вижу людей с такими декатлоновскими рюкзаками в городе. Дальше я нашла в ванной вот такой тазик, миску. Не знаю, как правильно назвать, что здесь написано. Миска с крышкой. Я поняла, что эта вещь тоже не пригодилась здесь, в Москве. Потому что я использую какие-то алюминиевые или нержавеющие кастрюли. В основном нержавеющие. Алюминиевые у меня, по-моему, даже уже и не осталось. Я, наверное, тоже от них избавилась. И пластиковые мне не нужны. Он, наверное, года два лежал в ванной. И тут сегодня мой глаз на него упал. И я решила от него избавиться. Дальше избавляюсь от кучи всяких разных упаковочных пакетов. Я их буду использовать повторно, когда буду ходить в магазин. Потому что, покупая подарки в этом году, все привозят то, что заказываешь онлайн, в целлофальных пакетах. Либо то, что я покупала в H&M, оно все вот в таких бумажных. Поэтому я их не храню. Использовать их повторно буду. Но для жизни уже не пригодилось. Дальше. Дальше у меня есть колготки. Совершенно, кстати, новые колготки. Такие плотные. Для зимы самое то. И они были новые. Я их распаковала. Но проблема в том, что эти колготки, у них заниженная талия. И это реально проблема. То есть я их надела, поняла, что что-то не очень удобно. Потом думаю, не, ну они же вроде новые. И коричневых у меня вроде как нету. Они там много ко всему подходят. Походила в них один день на работе. И поняла, что это, ну, совсем неудобно. Они постоянно сползают. Их нужно, хочется подтянуть. И вообще, думаю, эти колготки лежат уже с тех времен, когда еще в моде болотали. Представляете, сколько им лет. А бренд-то неплохой. Это колзедония. Но не пригодились, поэтому избавляют. У меня образовалась целая куча в предновогодних покупках чеков. Чеков каких-то гарантийных бумажек, доставки, бумаги о том, что я вернула какие-то товары. Потому что я сначала заказала онлайн в H&M. Поняла, что с размером промахнулась и вернула. Упаковка, опять-таки, от подарков. А, нет, вру. Это упаковка от моего нового рюкзака. Я себе купила, собственно, рюкзак DAKAIM Mission Pro. И к которому как раз, как мне нужно, к нему крепятся и горные лыжи, и сноуборд, и трекинговые палки. Плюс на талии у него есть разгрузка, чтобы все тяжести, которые носишь в рюкзаке, в походы, не только на плечах у тебя висели, но разгружали равномерно по спине, и было легко и не напряжно. Бумажки от планировщика. Я планировала часть где-то в дороге, ехала с рабочим ежедневником и что-то записывала, построила план на следующий год. Потом вырвала эти листочки, принесла домой, все перенесла в гугл таблицы и поняла, что в таком бумажном виде не пригодились. Так, у меня закончились мои БЦАшки, целую неделю думала, куда бы пристроить такую банку, не придумала, поэтому избавляюсь. И опять-таки какие-то газеты, которые сыпятся в почтовый ящик. Я хочу постараться найти адрес, по которому можно отписаться. Пока вот только вижу, что адрес, где все это происходит, где печатается и издается газета есть, но как отписаться от этой бумаги, я не знаю. Потому что газеты я не читаю, плюс от вот таких газет очень пачкаются руки, то есть в нее даже ничего не завернешь, потому что все будет серым от краски. В общем, не пригодилось. Ну и опять у меня в мешке куча одноразовых масок, еще какое-то количество чеков. В общем, от всего этого избавляюсь. Нашла еще, даже не нашла, эта банка маячила у меня в холодильнике с июля месяца, когда все сидели еще на пандемии в начале июля. И у нас было адское нашествие тараканов. Я вот в каком-то из предыдущих видео рассказывала про свою кухню и показывала, что у меня до сих пор там по плинтусу, по цоколю кухне намазана эта жижа от тараканов. И вот разведенная эта жижа, она у меня стояла в холодильнике, она уже засохла, выглядит совершенно, в общем, не пригодилась. И это прям фу. Ложку сюда я вмешала ложкой чайной, которая у меня в одном экземпляре неизвестно вообще откуда взялась. В общем, от всего этого избавляюсь, потому что это же яд от травы и отмыть, ну, не самая лучшая идея. Вот, такие мои материалы для расхламления на этой неделе. С предыдущей недели то, что у меня было, я расхламляла балкон и там было много всяких вазочек, баночек и прочего. Я подумала, что, ну, я выложила все их на Авито и решила подождать какое-то время. Ну, там Авито объявление 30 дней висит, потом оно автоматически отправляется в архив и можно его обратно вытащить. Я вот решила, что 30 дней я дам этим вещам, пусть они там повисят. Если кто-то заинтересуется и решит купить, ссылки на свой магазин Авито я оставлю в описании. Если, может быть, вам нужно что-то для дома, какие-то красивые симпатичные вещи, то welcome, буду рада с вами ими поделиться. Вот, если же они никого не заинтересуют, то я просто это все отнесу на помойку, потому что это все-таки захламляет мой дом и пока стоит, как и стояло на балконе, хранится, но не пригодилось. Вот такие мои мысли про расхламление. Надеюсь, они были полезны вам. Надеюсь, они помогут вам тоже осознать, что нужно расхламляться, что мусор и хлам попадают в наш дом совершенно вообще неожиданно, из неожиданных мест, и надо от него избавляться, чтобы не зарастать всем вот этим вот лишним брахлом. Ну и одна из причин лично для меня, почему я это делаю, это потому что мне хочется гораздо, чтобы проще было убираться, и чтобы вот этот весь маленький хлам, он не загромождал мою квартиру. Собственно, с вами была Анна Кафырина, спасибо, что смотрели. Если видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Встретимся в следующем видео. Пока-пока!